наконец-то в нашем эфире кенти мы идем в гости к нему а вот он наконец-то привет привет и что нам расскажешь по поводу карантина карантин как карантин пора заканчивать что серьезно прям сразу не смотрел что там сегодня какие там носит рилю сколько на сутки почти 600 рекорд побили так ты шо а это вот пасха ваша выплывает богом ваша пас что это наша я вообще свободомыслить человек поэтому ваша пасха до лампочки ну ладно давай поближе к делу мы все-таки вышли к тебе в гости в гостях у сказки так сказать ответь нам на несколько вопросов потому что все дома сидят никто ничего не понимает я смотрю пишешь я вообще на работе я на работе и на работе да ничего себе расскажи как у вас там на работе в киеве на работе очень плохо потому что кроме меня нет ну бригада у нас работает но работать особо негде потому что все объекты на данный момент закрыты но самое главное никто платить не хочет есть несколько было вот прям перед вернее уже во время карантина уже было заключено несколько договоров но проплат нет на данный момент потому что я не ждем что-то заказчик говорит вот вот должны поступить день как только поступят новом сразу кидаем и это вот вот уже как бы третью неделю длится вот по переводили всех урезали ставку как бы что что получим и чем платить за квартиру неизвестно ну и сколько вы продержитесь ну как мы сколько мы продержимся ну не знаю но месяц еще максимум это как бы максим потому что ну как бы фирма не очень большая но все равно как бы платить нужно и куда от этого не деться поступление нет и все как бы возможность работать есть люди готовы работать транспорт есть служебный всем обеспеченным инструментом обеспечены материалами обеспечено все есть денег нет работы нет вот и все не но это ты констатируешь факта я тебя прошу спланировать или спрогнозировать хоть я не люблю это слово спрогнозировать что это будет через два месяца через месяц точнее через банк так а ничего хорошего не будет что тут прогнозировать через через две недели начинаются любимые праздники нашего народа майские шашлыки то есть это будет еще больше то есть я думаю 500 с копейками это не предел там и 800 и тысяча в день будет после этого потому что дебилы ранее размножается геометрическая прогрессия вот имеют свойство размножаться моему то еще маленько этому не пойму а ты вообще с какой стороны ты за карантин против карак карантина я честно говоря не очень понимаю твою мысль я я изначально не согласен с первоначальными действиями то есть когда в страну пустили несколько сотен тысяч потенциально больных людей распространили вирус по всей стране теперь сидим мы офигеваем как это все решите как из этого выйти вот что мне непонятно мне не непонятны первоначальные действия нашей влады а теперь шо теперь шо теперь не знаю как людей не победить если тут допустим у нас на районе гуляет не так много людей то я вам смотрю вчера в мариуполе в одессе рынке шатали давайте откроем ничего хорошего не будет и и ну и и ну наверно как в индии надо выдать полицейским палочки вот эти только не даже не не перси 53 выдавать а выдавать такие вот деревянные такие вот только чтобы кожуру с нее снять чтобы она такая еще влажненькая в вашу вашу кожа прилипала книжку залипала я думаю тогда только будет результат ладно в бизнесе ты пессимизм а что там дома вообще как проходит семейный карантин детскость детскими дома кстати хорошо потому что воспитатели садиков обязали как бы онлайн поддерживать контакт со своими всеми детьми на плюс сегодня же онлайн садик открылся киевский или какой-либо это по всей стране не знаю кличко тоже анонсировал вчера вот сегодня уже было уже какая-то там йога была малой же там как бы присутствовал сказал немножечко скучновато но в принципе понравилось ну вот потому что энергия бьет ключом ее куда-то нужно девать и что-то надо с этим делать ну я так понимаю что это алкоголь ну как случайно не без этого в тесном кругу здоровых людей вот как бы натур продукт потреблялся ну нормально а на улицу выходите гуляете сколько время но на улицу ну с малым ну может два раза в неделю ухты так мало 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 потому что лезет и туда и туда и туда хочется и туда хочется но он как бы с пониманием относятся он понимаешь такое слово карантин и сейчас когда мы ему даже говорим а пойдем туда да он такой как говорит у нас же карантин они или или спрашиваю карантин уже отменили или говорит ну он особо иногда тоже когда играется и не хочет гулять только так не не пойдем у нас же карантин в стране мы никуда мы не можем как бы с пониманием ради продержитесь еще сколько месяца полтора два продержит на градуса очень ничего хорошего особо не происходило как бы мы штука переехали поэтому еще не ничего такого конкретного нет, пока еще на ноги не стали, ну, как бы еще плюс этот карантин, то, ну, да, уже как бы силы на исходе, скажем так. Ну, а хочется передать привет, благодарность власти, мэру, там, я не знаю, кому, Арсену Борисовичу с детства за него. Так, а смысл передавать, если, как бы, ну, они все равно не понимают, до них, ну, как бы, если они изначально, то до них не дошло, как, что нужно было делать. То есть сейчас привет и передавать нет смысла, потому что они, как бы, не поймут, они же что-то делают, они же в масках сидят, они карантин вели, они там по 17 тысяч штрафов выписывают людям, то есть они, как бы, борются, они делают все, что, ну, в своих глазах, то есть, ну, как бы, я не уверен, что они поймут, дойдет и, и, а тем более сделать какие-то особенно правильные выводы из-за этого, на это вообще надеяться не стоит, потому что, ну, хибаматы виноваты, что ты, ты надурновата. И на этой оптимистической ноте мы закончим наш первый пилотный выпуск. Надеюсь, ты еще будешь в нашем эфире. Я, конечно, я на работе. Всегда, всегда, пожалуйста, заходите. Спасибо, пока. 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 Субтитры создавал DimaTorzok